Всем привет, с вами Террион. И это видео поможет вам заранее понять игру еще до старта, ну и собственно определиться играть в нее или нет. Игра выходит 23 июля, точной даты старта пока нет и какие будут сервера тоже пока неизвестно. Игра будет кроссплатформенная как на ПК, так и на телефоны. Сервера будут одинаковые для всех. На ПК только графон получше и оптимизация получше. Ну что, давайте начнем с классов, быстро по ним пробежимся, потому что по классам у меня есть подробное видео, которое я снимал 2 дня назад. Ссылка будет в описании. Итак, на старте у вас доступно будет 6 классов. На Корее их 8, но последних двух у нас не будет пока что, их ведут позднее. Первый класс это Волшебница. Волшебница типичный маг, как и в принципе в других проектах. Из приятного у нее есть хил. Хил на себя и на другие цели. Второй класс это Варлорд. Чувак с огромным двуручным молотом и кастетом на другой руке. Может бить как молотом, так и рукой. У него много разных массовых умений и в принципе такой типичный Варлорд из той же линейки. Третий класс это Слеер или Убийца. Очень похож на Ассасина. Почти все скиллы это чисто урон. Бафы на уворот, бафы на повышение урона. В общем, хотите много и быстро нарезать, выбирайте его. Четвертый класс это Рыцарь. Рыцарь нифига не танк, хотя у него есть бафы, которые увеличивают его защиту или накладывают понижение защиты на врагов. Тут все классы Воины, но Рыцарь наверное самый танковый из них. Следующий класс это Ганслингер или Стрелок. Женщина с двумя пистолетами и ружьем. Обладает атаками дальнего боя, куча разного урона. Урон в одну цель, урон в несколько целей, дебафы на замедление и так далее. Подойдет всем, кто любит лучников или любых других дальников. Ну и последний класс это Бумблейд. Девочка с дробовиком-топором. Орудует как в ближнем бою, так и на средних дистанциях. Довольно специфический класс, но у него есть и массовые умения, и массовые дебафы. В принципе любителям лолей подойдет. Тоже вкратце пробегусь по редактору персонажа. Он здесь довольно обширный. Есть готовые пресеты, есть внешки на персонажа, чтобы посмотреть как он выглядит в той или иной одежде. И есть тонкие настройки типа прически, лица, подвигать лицо всячески, выбрать расположение глаз, скул, бровей, цвета бровей и так далее. Также можно увеличить грудь, увеличить бедра, поменять рост и так далее. Настройки довольно богатые, можно настроить все под себя. Ну и перейдем к самой игре. Расскажу я, как тут все начинается, как тут качаться и в принципе чего ждать от игры. Так как многие до сих пор не понимают, что это за игра и что тут делать. Начнем с того, что прокачка здесь идет в основном по квестам. Как вы с них начали, так вы на них и закончите. Квестов много, есть сюжетные квесты, есть побочные квесты, ежедневные квесты, разные специальные квесты. В общем, этого предостаточно. Просто тыкайте на квест и персонаж сам бежит, сам начинает убивать мобов. Да, в этой игре есть автобой и есть автобег по квестам. Все не любители автобоя, все, кто, видимо, никогда не играл в мобильные ММО, можете не играть в эту игру. Это сейчас корейский сервер, он вышел полгода назад и поэтому я на нем все это показываю. Что будет у нас на старте, пока не до конца понятно. Поехали дальше. Помимо квестов, есть локации, где можно получать удвоенный или утроенный опыт. Так называемые элитки, назовем их так. В течение двух часов вот в этих локациях вам будет падать огромное количество опыта. Время нахождения в этом данже можно продлить за специальные купоны. И, собственно, когда вы устали бегать по квестам, залетайте сюда и за час, за два можете набить себе там 3-4 левела. Вообще легко. Плюс в этих данжах падают свитки-заточки, как простые, так и улучшенные. Ну и всякие камни для грейда камней в шмоте. Различаются они по БМ. Ну и по наградам, по сложности. Давайте сразу пройдемся по всем основным вкладкам и расскажу, что они делают, чтобы сразу на старте было понятно. Первая вкладка это мы и наш инвентарь. Сразу скажу, шмот на персонажа отображается. То есть, когда вы меняете шмотку, она реально поменяется на персонажа. Это классно, это мне нравится. Такое есть не во всех играх. Следующая вкладка это своеобразные артефакты. Они меняются по мере прокачки, то есть сначала вы прокачиваете первый, потом второй, потом третий и так далее. Артефакты увеличивают ваши общие статы, ну и полезны в поднятии БМ. Прокачиваются они как за специальные камни, так и за другие камни, которые вставляются по бокам, скажем так. Все это добывается по квестам, ну и гриндом. Скиллы. Вкладка скиллов, где вы можете почитать описание скиллов. У вас будет все на русском, у меня пока на корейском, потому что сервак корейский. К скиллам можно добавлять специальные особенности, типа замедления, типа усиления атаки, понижения скорости атаки врага и так далее. Бонусы полезные. Есть как скиллы первой панели, так отдельные скиллы в виде бафов и дебафов и скиллы второй панели. Да, тут у каждого класса два набора скиллов. Ну и разные переключалки этих самых скиллов. Ну, есть также и куча пассивных скиллов, которые одинаковы для всех классов. Которые будят вашу атаку, защиту, урон в пвп и так далее. Да, и есть еще режим Devil Mods, скажем так. Когда наш персонаж сатанеет, у него меняется скин и появляются новые скиллы. Скиллы тоже для всех классов одинаковые. Это пара сильных атак, пара дебафов и щит, который поглощает 100% урона. Прикольная тема, когда надо в течение 30 секунд кого-нибудь быстро раздамажить. Да, у меня не все вкладки пока открыты. Открываются они по мере прокачки вашего персонажа. Прокачка здесь ничем не ограничена. Здесь нет никакой стамиды, нет никакого лимита опыта. Просто, как в нормальных играх, чем выше у вас уровень, тем медленнее вы качаетесь. Следующая вкладка это что-то типа духа. Очень похоже на черного духа из Black Desert Mobile. Открываются эти духи тоже по мере прокачки, по мере повышения левела. И сюда вы вливаете весь свой ненужный шмот. Таким образом прокачивая левел духа и получая нужные вам статы. Статы у каждого духа свои, поэтому можно выбрать потом то, что вам подходит. Едем дальше. Вкладка заточки и не только. Открывается она по мере прокачки. Система заточки здесь стандартная для той же Eldwire. Выбираете шмотку, выбираете точку. И точьтесь. Можно пропускать анимацию этой заточки, можно не пропускать. Но есть важная особенность игры, которой нет в принципе в других проектах. При заточке, как я понял, фиолетового и возможно даже синего шмота от плюс 8 или плюс 7, то есть когда наступает опасная заточка. При неудачной заточке шмот может сломаться. Я уже на стриме показывал, как плюс 7 фиолетовая шмотка сломалась в никуда. Но это не значит, что так все плохо. Да, и кстати камней, которые делают заточку более безопасной, нету. То есть если вы сломали шмотку, то вы сломали. Есть конечно блески, которые еще выше повышают шанс заточки, но сломаться шмотка все равно может. Но это не значит, что жизнь боль и точиться вы не сможете. Дальше я вам расскажу про аукцион и поймете, почему это в принципе нормально и оправданно. Что касается вкладки заточки, то здесь еще есть и возможность крутить характеристики шмота. Например, можно накинуть дополнительную атаку на оружие с помощью вот такой вот книжки. Вставляете книжку и есть шанс наролить одну из пяти вариантов. Ролим. И ничего не заролили. Печально. Вот, и есть еще какой-то способ, который открывается на 55 левеле, до него я пока не докачался. Едем дальше. Вкладка с кристаллами, которые можно вставлять в снаряжение. Например, если бы у меня был кристалл, я бы его сюда вставил. Но у меня есть кристаллы в других вещах. И эти кристаллы можно прокачивать и можно повышать их в грейд, скажем так. То есть прокачиваются они тоже вот такими вот осколками, которые падают по мере прокачки, по мере гринда. Повышается левел и наш БМ. Напоминает кристаллы души из той же Ланейдж 2 Революшн. Ну и ненужные кристаллы можно разбивать на осколки. Едем дальше. Питомцы или ездовые питомцы. Их тут полно. Есть всякие пауки, львы, драконы. Кстати, вот феникс появился классный. Лошади летающие. В общем, всего навалом. Питомцы дают вам опыт, дают вам процент к опыту, дают вам скорость бега, скорость атаки. Увеличивают размер вашей сумки и в целом очень полезные создания. Их можно скрещивать, то есть 3 синих питомца можно превратить в одного фиолетового с неким шансом, 3 фиолетовых в одного золотого и так далее. Из них можно собирать коллекции, чтобы получить дополнительные бонусы, ну и все остальное. Точно такая же система прокачки есть с петами. Петы тоже дают вам бонус к получаемому опыту и дают вам разные статы. Чем круче пет, тем больше статов он дает. Их можно точно так же скрещивать, точно так же собирать в коллекции и делать что-то еще. Едем дальше. И у нас есть еще помощники. Помощники тоже различаются по редкости. Это NPC, которые получаются по мере прокачки, достаются из разных сундучков. И их можно отправлять либо на добычу ресурсов. То есть в каждой локации можно добывать какие-то ресурсы. Например, вот в этой добывается зерно. Либо отправлять и следовать какие-то локации, которые у вас закрыты. Куда вам, например, лень бежать. Есть еще такие петы, которых можно отправлять бить боссов. Например, вот этого. Короче, петов много, все они под разные задачи. Петов тоже можно скрещивать и можно собирать в коллекции. Точнее не петов, а помощников. Едем дальше. Крафт. Крафт отличает эту игру от, наверное, почти всех остальных подобных проектов. Хотя намешано здесь куча разных механик. Здесь у нас есть сбор травы. Есть сбор руды. Горное дело. Есть рубка дерева. И копание камушков. Сбор минералов. Добываются они в разных локациях. То есть стоят там жилы, стоят деревья. Вы просто бегаете и рубите их. Ну, либо отправляете помощников на нужные вам ресурсы. Из этих материалов крафтится либо броня с помощью кузнечного дела. То есть броня, оружие, щиты, разные перчатки. В общем, все-все-все разной редкости. Либо крафтится ювелирное дело. То есть бижутерия всякая. Тоже разные редкости. Либо алхимия. Разные банки, которые вас лечат. И которые еще тут нужны для разных процессов. Не знаю для каких. Ну, и здесь же можно 50 плохих точек превращать в одну хорошую. Как видите, благодаря крафту снаряжения вы можете создавать нужные вам доспехи. И точить их, точить, ломать, точить, крафтить, ломать и так далее. Пока не заточите до нужного количества. Идем дальше. Это у нас сюжетка всех квестов. Просто смотрите, какие квесты можете пройти. Забирайте награды и так далее. Помимо квестов, здесь есть система ачивок. Ачивки, как в World War. Проходите разные квесты, наносите больше урона, фармите мобов и получаете ранг ачивки. Собственно, и вместе с рангом получаете нужные бонусы. Нужные бонусы к статам. Дальше. У нас есть система ежедневных ачивок. То есть, проходите разные задания в течение дня и получаете тоже банки на опыт, специальную валюту и так далее. Их тут несколько вкладок. Следующая вкладка, это ядра монстров. Кто помнит L2R, наверняка помнит, сколько часов, дней и ночей не фармили эти ядра. Здесь не так. Здесь даже, будучи хай-левелом, на лоу-левел локации, нафармить ядра получается очень быстро. Грубо говоря, вы постояли 15 минут, побили одного и того же моба и закрыли уже ядро. Все, проблем с этим нет. Прокачка ядер тоже дает вам БМ и дает разные награды, которые указаны сверху. Следующая вкладка, это как раз таки вкладка исследования, куда вы можете отправлять ваших помощников, какие локации у вас не открыты, где что падает. Все можно посмотреть здесь. Про вкладку литки я вам уже рассказал. Сюда выходите, чтобы получать больше опыта в течение определенного времени. Следующая вкладка, это данжи. Данжи с роддомным входом, скажем так. Потому что по квестам или в течение дня вам дают вот такие вот светящиеся шарики, которые вы запускаете и у вас открывается один из возможных доступных данжей. Это может быть как легкий данж, так и тяжелый. Как видите, в тяжелый я пока не могу сходить, да и в легком у меня тоже скорее всего наваляют. Падают тут, конечно, хорошие шмотки, но до них еще надо дорасти. Следующая вкладка, это мировые боссы. Они запускаются в 8 вечера по Корее. Не знаю, как будет у нас. Надеюсь, время будет хотя бы близкое к московскому. Посмотрим. С боссов тоже могут упасть разные фиолетовые шмотки, но награда распределяется по тем, кто нанес больше всего урона. То есть первые 3 места, которые нанесли больше урона, получат лучшие награды. Поэтому, скорее всего, топовые дамагеры будут забирать весь лут. Но это не так плохо. Ибо награды все равно выдаются почти всем и достаточно хорошие. Боссов много, на них как раз таки доступна возможность пвпшиться. Идем дальше. Вкладка Разлом. Это как раз таки вкладка, которую пиарили разработчики еще, наверное, до старта игры. Это локация, где... Точнее, это целая куча разных локаций, где соединяются все сервера. То есть это межсерверная локация. Напоминает элитку из L2R. Здесь целая куча мобов. Они более сложные, чем в обычном мире. С них падает больше опыта. И с них можно получить гораздо лучшее снаряжение. Но один минус, а для кого-то плюс. Вас здесь могут просто убить безнаказанно. Хреново, но это возможно. То есть лучше здесь качаться в пати или кланами. То есть объединяться вместе и защищать друг друга. Элиток здесь много. Они все различаются по видам боссов, мобов и так далее. В общем, это место получения хорошего лута. Следующие две вкладки у меня закрыты. Они пока не открылись. Открываются после 70-го. Не исключено, что это еще какой-то пвп-контент. И следующая вкладка. Это коллекции. Коллекции вы видели в L2 Mobile, если играли. Если смотрели мои ролики. Собираете коллекцию снаряжения. Разного. Заточенного, не заточенного. И получаете бонусы для своего персонажа. Бонусы к статам, само собой. Коллекции здесь идут как из снаряжения, так и из кристаллов, из книжек. Из всего, что в общем не надо. Ну, следующая вкладка. Это вкладка дружбы. Клан. На клане я остановлюсь подробнее. Клан в этой игре полезен. Как и в L2 Mobile. Потому что у клана есть бафы к опыту. И есть бафы на атаку, защиту, скорость бега, там хп и так далее. Которые открываются по мере прокачки. И прокачиваются тоже по мере прокачки клана. Также у клана есть специальные клановые боссы. Как в L2 R. К ним можно попасть тоже по мере прокачки клана. И с них падают тоже полезные сундуки. И книжки скиллов, которые необходимы для прокачки скиллов. В клане на старте доступно всего 15 человек. На первом левеле клана. Максимум в клане может быть 50 человек. То есть кланы довольно небольшие. Учитывая, что сервер европейский. Конкурировать русским кланам я вообще не советую. Лучше объединиться против европейских англоязычных кланов. Плюс здесь у меня еще закрыто. Потому что клан первого левела. Со второго левела клана открываются клановые квесты. С которых падают тоже полезные вещи. Типа бижутерии, шмота, там свитков. Заточки и так далее. В общем клан в этой игре полезен. Дальше биржа. Это как раз таки то место, которое позволит вам точить, ломать, точить, ломать. И в принципе не кусать себе локти от того, что вы сломали очередную пушку. Важная особенность. Торговля на бирже. Точнее так сказать покупка с биржи открывается по-моему после 40 уровня. Или после 30. Но продажа на бирже открывается после 60 уровня. До 60 аукцион скорее всего будет пустой. Продается здесь как видите фиолетовое снаряжение, синее снаряжение и вообще все остальное. В общем аукцион нормальный. Продавать можно на аукционе любые товары и указывать на них любую цену. То есть как минимальную, так и максимальную. Здесь ограничения по цене не существует. Валюта здесь своя. Это вот такие вот кристаллы. Их можно получить при продаже любого хлама, ненужного вам, так и по квестам. Ну и за донат само собой тоже. Следующая вкладка это магазинчик, где на 55 левеле. Вот у меня пока закрыто. Судя по видеогайдам вам должны дать купон, который даст вам 1000 алмазов, 1000 донатной валюты в обмен на миллион золота. То есть такой стартовый капитал для торговли на бирже. Не забудьте воспользоваться. Здесь же продаются всякие разные полезные коробки за разные виды валют. Тут и валюта в виде карпов, креветок, осьминогов, китов и прочего-прочего. Где взять всю эту валюту я пока не до конца разобрался, но вот тратить ее можно здесь. Следующая вкладка рейтинг. Тут у нас все просто. Рейтинг по левелу, как видите, даже спустя полгода на Корее максимальный левел это 91. То есть прокачка чем выше, тем медленнее. Ну и рейтинг по БМ. На Корее это лям 200 БМ сейчас. То есть цифры БМ тоже пока маленькие. Следующая вкладка это ПВП. Здесь просто показывается, кто набил больше всего киллов. Топ 100 самых главных убийц сервера. И кто вас убил. Здесь вы можете выбрать имя обидчика, полететь и навалять ему. Все просто, как в той же Ланэдж 2 Эссенс, например. Следующая вкладка это календарь. Просто заходите, забираете награды и радуетесь. У нас, конечно же, награды будут другие, потому что у нас только старт сервера. Здесь-то Корее сейчас всем наваливают щедрые награды. Едем дальше. Гардероб. Я так и не понял, как он работает, потому что внешки продаются в магазине. Видимо, внешка переключается как раз-таки здесь. Ну и последние две вкладки это просто новости игры и хелп. Все, вот такие вот вкладки. Здесь, в принципе, надеюсь, вам стало понятнее, что к чему. И на старте вы уже не будете плавать в этом интерфейсе. Интерфейс довольно удобный и понятный. Ну и слева, то есть справа от карты, вам будут давать подарки каждый левел. Будет награда за вход, когда вы отсутствуете в игре. И будут тоже разные ивентовые награды, которые сейчас здесь другие. Наград много, потом посмотрите и все обязательно заберете. Что касается карты, то она довольно понятная. И карта большая без зон загрузки. То есть у нас есть два мира, скажем так. Красный и синий. В красном более сложные боссы, в синем более легкие. В самом мире есть много локаций, которые различаются по БМ. Как видите, максимум 270 тысяч БМ. И сама локация разделяется... Точнее, даже не разделяется. Сама локация довольно большая. Вот по всей этой территории можно скакать без ограничений. Тут нет никаких зон загрузки, как в других проектах. Это удобно. Тут можно посмотреть мобов, можно посмотреть дроп в конкретной зоне и так далее. Давайте напоследок посмотрим на донат. Потому что многие будут донатить и им надо знать, куда донатить. Естественно, донатный магазин у нас будет отличаться от корейского. Само собой. Поэтому, скорее всего, те, кто будут донатить, скупайте разные спецпредложения. Типа награда за вход, награда за первое пополнение и так далее. Это будут самые полезные вложения. Что касается других товаров, тут, в принципе, можно покупать свитки-заточки, свитки-скиллов. Сами кристаллы для покупки вещей на аукционе. Но сами шмотки, как я вижу, здесь не продаются. Или продаются, но недостаточно хорошего качества. Так сказать, стартовые наборы. Фиолетовые шмотки вам все равно придется скупать с аукциона. Также главные статьи расходов это петы, это ездовые петы, ну и помощники. Если вы достанете золотого ездового пета, достанете обычного золотого пета, то получите хороший буст к статам, ну и к скорости прокачки, к скорости движения, к скорости атаки. Тут есть целая куча разных наборов с петами, бутылками. В общем, прикольно. Опять же, не факт, что это все будет у нас на старте. Скорее всего, наш магазин будет меньше. Тут можно покупать некоторые вещи и за золото, с этим тоже проблем нет. Какой-то сильной донатной зависимости в игре я не вижу. Вот, и есть несколько вкладок, где покупается все за золото. Это и бутылки улучшения кристаллов души, и свитки-заточки. Каждый день доступно у вас 20 штук. И прочее-прочее. В общем, все полезно. Все надо скупать. Как видите, цены на кристаллы стандартные, в принципе. 40 кристаллов 1 доллар. 4000 кристаллов что-то около 100 долларов с копейками. Ну и здесь же можно покупать золото. Но я думаю, что это не очень выгодно. Во всех играх, где продавалось золото, это был очень невыгодный курс. И есть еще магазин за специальные фрукты, скажем так. За рис, за арбузики и за какие-то еще монеты. Зачем это все, как это все получать, пока непонятно, но пусть будет. Может нам потом объяснят. Ну и последняя вкладка магазина, это внешки. Внешки на женщины, на мужчины разные, но только всего 3 штуки. У мужчин это костюм рыцаря, деловой костюм и костюм генерала. У нас это костюм секретарши, костюм черный и костюм тоже какого-то адмирала, генерала. В общем, смотрится все довольно симпатично. Покупать или нет, решайте сами. Но какой-то бонус к статам это тоже дает. Вот такой вот был небольшой гайд для быстрого старта. Объяснил вам, что к чему, что вообще происходит в этой игре и как в нее играть. По сути, вся игра начинается после хай-левела, когда вы достигаете там 40-го, 70-го левела. Когда у вас разблокированы все вкладки, когда у вас доступны все возможности игры. И вот там начинается самое интересное. Что касается PvP контента, то он происходит в виде битвы кланов, в виде варов. И он происходит в основном в открытых локациях. То есть в тех разломах, про которые я рассказывал, в тех межсерверных разломах. То есть доступна свободная ПК-система. Можно убить кого угодно, но и вам могут навалять. И кстати, есть еще одна особенность, про которую не упомянул. В день по глупости можно умереть 5 раз. То есть, если вас убивают, допустим, мобы вас убили. На вас вешается дебаф, который снижает получение опыта и дропа на 90%. Но в городе стоит священник, который 5 раз в день может снять этот дебаф. Именно поэтому у корейцев я заметил такую тактику. Когда они с кем-то дерутся и понимают, что проигрывают, ну в PvP само собой. Они нажимают на свиток телепорта и улетают в город. Опять же, если вас нагло слили в ПК, пока вы стояли в ВФК, на вас штраф не наложится. Странная механика, посмотрим, как она будет работать у нас. Но вот такие вот правила в игре. Думаю, это не очень критично, учитывая, сколько корейцев играет в эту игру. Если вы спросите меня, чем эта игра отличается от той же BDM, L2R, там Talion, Axe и прочее-прочее, я, наверное, скажу, что все-таки ничем. Здесь, как и в вышеперечисленных проектах, собрано огромное количество разных механик. Главное отличие, это, наверное, все-таки отображение шмотаной персонажей, это крафт и отсутствие арен один на один с ботами, которые упихают в каждую игру. Здесь этого нет. Будут ли всякие осады, какие-то массовые зарубы, тоже пока непонятно, посмотрим, поиграем. А у меня на этом все, если есть какие-то вопросы по игре, пишите их в комментариях, с удовольствием отвечу. Также не забывайте ставить лайки, бахать в колокол и подписываться на канал. Ну и само собой, если хотите поддержать канал, можете оформить спонсорскую подписку по цене чашки кофе. Кнопочка «Спонсировать» в описании под видео. Всем спасибо, всем пока!